Червец Камстока Родиной червеца Камстока считаются Япония, Северная Корея и Китай. В настоящее время вредитель распространен почти на всех континентах – в Азии, Африке, Америке и в некоторых частях Европы. Путями распространения вредителя могут быть посадочный материал, плоды, срезанные части растений. Червец Камстока Червец Камстока поселяется большими колониями на листьях, побегах, стволах, на плодах в прикорневой зоне. Личинки и взрослые самки высасывают сок растений. Червец Камстока, как и многие кокциды, имеет колюще сосущий тип ротового аппарата. В результате прокалывания колющими щетинками поверхности побега, плода, коры деревьев происходит высасывание клеточного сока из ткани, куда был опущен хоботок. И в результате высасывания клеточного сока происходит усыхание как побегов, так и деформация плодов. Червецы вызывают усыхание и отмирание побегов и точек роста, пожелтение, опадание листвы и плодов. Наблюдается одеревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение вкусовых качеств. Растения сильно задерживаются в росте. В результате своей жизнедеятельности самки выделяют сахаристые выделения, на которых затем поселяется сажистый грибок, задерживающий ассимиляцию, дыхание и другие жизненные процессы растения. Червец камстока ведет колониальный образ жизни. Если мы будем смотреть колонию, то мы увидим разные совершенно стадии развития. Можем увидеть наиболее крупные самки и более мелкого размера – это личинки разных возрастов. Самая подвижная стадия – это как раз личинка первого возраста, бродяжки, которая в первую очередь выполняет функцию расселения. Тело самки червец камстока розовое, овальное, длиной до 5,5 мм, покрытое порошковидным восковым налетом белого цвета. Зимой червец камстока в стадии яйца, в плотных яйцевых мешках, состоящих из восковых волокон, яйцевые мешки носят другое название – ависаки. Весной, с распусканием почек, из яйцевых мешков выходят подвижные личинки первого возраста, которые активно передвигаются по кормовому растению и присасываются к нижней стороне листьев и к черешкам листьев. Со второго возраста личинки группируются в колонии на побегах и стволах. Самка в своем развитии проходит три личиночные стадии. Все личиночные стадии подвижны и отличаются только своими размерами. Личинки первого возраста примерно 0,5 мм, личинки третьего возраста примерно около 2,5 мм. Личинка третьего возраста превращается в самку без стадии покоя. Яйцекладка самки длится до 8 дней. В одном ависаке может находиться до 600 яиц, в среднем 300. Когда самка готовится к откладке яиц и образованию ависаков, она покидает колонию в поисках укромных мест. Вот укромные места, вот эти вот как раз ависаки или яйцевые мешки, состоящие из восковых волокон белых, отложенные на зимовку на коре деревьях, трещинках коры. Самцы проходят дополнительные стадии про нимфы и нимфы. Самцы крылаты, имеют одну пару крыльев, у них редуцирован ротовой аппарат, они не питаются и после облодотворения самок они погибают. Самка после откладки яиц также погибает. Выявление червецов проводят двумя методами – визуальным и с применением феромонных ловушек. Ловушки с аналогом полового феромона червеца вывешивают в начале вегетации кормовых растений, в кроне деревьев на высоте до 2 метров, из расчета не менее 1-2 на гектар. Описание диагностических признаков червеца-комстока строится на основании исследования особенностей строения воскового покрытия и диагностических структур тела самки. Из макропризнаков следует отметить строение воскового покрытия. Самка червеца-комстока розового цвета имеет 17 пар восковых отростков. Задняя пара отростков примерно составляет 2 трети длины тела. Это характерно для самки-червеца-комстока, поскольку, например, близкородственный вид псевдококус лонгиспинус, щетинистый червец, у него вот эти задние выросты, восковые, гораздо длиннее. Усики восьмичленниковые у самки-червеца-комстока. Если мы будем рассматривать эту схему строения самки-тела червеца-комстока, то увидим основные диагностические признаки, присущие данному виду. В первую очередь, что характерно? Это, как у мученистых червецов рода псевдококуса, характерные грибовидные железы, которые единично расположены на дорсальной поверхности тела. Грибовидные железы. Почему они носят такое название? Поскольку грибовидные железы относятся к группе трубчатых желез с воротничками. Размеры воротничка могут быть различные. У грибовидных желез этот воротничок у выходного отверстия протока очень широкий и напоминает форму гриба. Отсюда и название. Но имеются также и трубчатые железы с узким воротничком. На дорсальной поверхности расположены только крупные трубчатые железы с узким воротничком в области церариев. А на вентральной поверхности трубчатые железы с узким воротничком двух размеров. Они как раз расположены по краю тела на вентральной поверхности тела самки. Что еще характерно для самки червеца кампстока, что является основным диагностическим признаком, это наличие так называемых просвечивающих пор на тазике, потому что у близких видов, таких как псевдококус лангиспинус, псевдококус вибурни, эти просвечивающие поры имеются только на голени, на тазике они отсутствуют. Также имеются треугольные, трехъячейстые железы, они имеют вот такую треугольную форму, и многоячейстые железы, которые располагаются поперечными рядами на вентральной поверхности тела. На дорсальной поверхности тела эти многоячейстые железы отсутствуют. Для изучения диагностических структур самки червеца кампстока готовят окрашенные микропрепараты. Мы видим церарии, состоящие из шипов конусовидных, это наружные протоки воскоотделяющих желез особых, и трехъячейстые железы, они имеют треугольную форму. Напротив церария как раз и располагается грибовидная железа, это трубчатая железа с широким воротничком, напоминающий шляпку гриба, отсюда и название, вот как раз это грибовидная железа. Кроме того, мы видим трубчатые железы, вот они трубчатые железы. Многоячейстые железы располагаются на стернитах брюшка, располагаются они поперечными рядами. Их достаточно много, поскольку червец кампстока откладывает яйца в овесак, поэтому многоячейстые железы хорошо развиты. А у близкого вида, у щетинистого червеца псевдококуса лонгиспинуса, эти многоячейстые железы располагаются только вокруг вагинального отверстия, поскольку самка не строит яйцевого мешка. Один из самых главных диагностических признаков – это наличие просвечивающих пор на тазике, голени и бедре задних конечностей самки червеца кампстока. Самое главное, эти просвечивающие поры расположены на тазике. Просвечивающие поры выглядят как дисковидные отверстия при просмотре на микроскопе. Вот они, вот видите, просвечивающие поры, вот они как будто бы такие вот. И они располагаются и на тазике, и на бедре, и на голени. Также разработаны молекулярные методы диагностики мучнистых червецов. С поражением червеца в легкой форме можно справиться промыванием и опрыскиванием растений. Раствором зеленого мыла с интервалом в 7-10 дней 10-15 граммов на 1 литр воды. Табачным настоем. Настоем чеснока. Отваром цикламена. Инсектициды могут быть отчасти эффективны в период от рождения подвижных личинок червеца, которые не успели покрыться восковыми выделениями. Возможны биологические методы борьбы. Именно в 1945 году были завезены в Советский Союз такие биологические агенты, как псевдофикус малинус, который успешно акклиматизировался тогда еще на территории СССР и успешно подавил численность червеца камстока, сделав ее экономически незначительной. Из биологических агентов борьбы с червецом хорошо себя зарекомендовали и паразиты рода лотропа. Продолжение следует...